Привет, Интернет! Набившие оскомину ограничения, связанные с коронавирусом, снова толкают меня на эксперименты. Безусловно, наша жизнь — это не только спортивные результаты, эмоции и впечатления от матча, и поэтому я решил придумать новую передачу. Час ходу — это смежный материал. Это те интересные места, которые я готов рекомендовать вам к посещению наряду с какими-то спортивными событиями. Согласитесь, путешествуя по области, возникает желание, что называется, совместить приятное с полезным. Итак, полезное. При посещении Судогодского района и поселка Андреево, я рекомендую посетить Дюкинский карьер. А добраться до места оказалось совсем непросто. Без автомобиля такая поездка показалась мне мало осуществимой. Кроме того, была необходима некоторая предварительная подготовка. Дистанция до места составила около 80 километров. Выехав из Владимира, я двигался по трассе Владимир-Муром до тюрмировки, где повернул налево, к поселку Андреево. В саму Андреево я не заезжал, доехал до поселка Болоцкий и снова свернул налево. Пересекая поселок Болоцкий, асфальт сменяется щебенкой, хотя уже в поселке вы, скорее всего, встретите один или два грузовика, следующие с вами по пути. Разработка ведется, и это видно неооруженным взглядом и особенно в будни. Далее я определил для себя два пути. Один туристический в лес, другой в карьер. Для того, чтобы попасть на туристическую стоянку, необходимо свернуть налево в лес, возле бревен. Хотя я сам первый раз даже проехал это место, потому что его не очень видно, и все знаки уже давно заросли деревьями или высокой травой. Лесная дорога доступна для любого легкового автомобиля, не пугайтесь. Необходимо держаться правее, чтобы не уехать мимо. Поворот направо и доезжаем до стоянки и валунов. Дальше пешком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы двигаемся к карьеру. Здесь невероятно тихо, даже не приходится использовать ветрозащиту для микрофона. Просто как есть, так и снимаю. Очень много всяких растений, ягод, грибов, заказник, удивительная природа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вот мы почти пришли. Шум тяжелых грузовиков доносится стабильно. Значит, разработка все еще ведется. Но, насколько я знаю, именно этот карьер, который мы сейчас посмотрим, он уже не действующий. Подходя к карьеру, необходимо помнить о технике безопасности. Дело в том, что все вот эти вот насыпи, которые существуют, и они могут быть обманчивыми. Так и грунт сырой может уйти из-под ног, ну и в породах между камнями может быть какая-нибудь трещина или щели. Нужно быть очень внимательным и аккуратным. Продолжение следует... Сейчас мы увидим местную достопримечательность. Это ведьма Тамара. Вот она. Ну, как напоминание всем отдыхающим, что вести себя сходы подобающим образом, не мусорить и все такое. Вот она, красотка. Зона свободная от ковида. Потомственная ведьма Тамара. Сейчас мы находимся в туристической зоне, но если нам позволит погода, мы побываем еще и на том берегу. Это возможно. Один раз я там уже был. Приехать сюда стоит и ради природы. Здесь растет орхидея, венерин башмачок и другие краснокнижные растения. Популяция венерин башмачка в заказнике Дюкинский самая крупная в европейской части русской равнины. Это вызвано сочетанием многих факторов. Климатические условия, определенная почва и бактерии, которым тоже в свою очередь требуется определенная среда. У каждой популяции орхидных в черте заказника есть отметка в системе координат. Все популяции отображаются на электронных картах. За уничтожение краснокнижных орхидей к посетителям заказника применяются двойные санкции. За нарушение режима охраняемой природной территории и за уничтожение редких краснокнижных растений. Отдельно за каждый уничтоженный корень. Сейчас в карьере можно наблюдать, как природа сама залечивает собственные раны. Несмотря на неплодородный известняк, он зарастает хвойными и лиственными породами деревьев. Продолжение следует... 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 Дюкинский карьер – это государственный природный комплексный заказник регионального значения. Его площадь составляет порядка 108 гектар, образован в Дюкинске в 2003 году и расположен на территории Судогодского района Владимирской области, около поселка Болотский, на землях Гослесфонда Андреевского лесхоза. Рельеф холмистый и пересеченный во многом сформировался под влиянием горнодобывающей деятельности человека. В результате добычи известняка и образовался Дюкинский карьер глубиной в среднем 30-40 метров с отвесными стенами в 2-3 ступени. Дно карьера постепенно заросло лесом. В настоящее время разработка месторождения известняка в этом районе продолжается, но уже за пределами заказника. Продолжение следует... Заброшенная часть карьеров оказалась интересной для туристов и альпинистов. В мои студенческие годы, когда я учился в колледже, сюда отправлялись целые группы от учебного заведения. В то время посетить Дюки у меня не получилось. Но теперь этот пробел восполнен. Это, безусловно, отличное место для альпинизма. Но, отправляясь сюда, нужно помнить о технике безопасности и приезжать лучше группой. Не стоит уповать на интернет, в неподходящий момент он может подвезти. Поэтому и нужен человек, который бы мог позвать на помощь в случае чего-то непредвиденного. В Дюкинском карьере проложено порядка 7 трасс для альпинизма с высотой стенок 10 метров. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...